Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 2 августа, и своеменинно в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Ильи, Константина, Николая, Александра, Георгия, Иоанна, Сергия, Федора, Тихона, Алексея, Афанасия. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира, а Духи Святом! Сегодня Святая Церковь совершает память пророка Божьего Ильи, боговидец, чудотворец, ревнитель по Божьей вере, Святой Илья происходил из рода Ааронова, из города Фисфит, отчего и наречен Фисфитиненом. Когда родился Илья, отец его, Саввах, видел Божьих ангелов вокруг младенца. Они пеленали его огнем и питали пламенем. Это было предзнаменованием пламенеющей натуры святого Ильи и данной ему от Бога огненоносной силы. Всю свою молодость провел он в богомыслии и молитве, нередко удаляясь в пустыню, дабы в тиши и безмолвии размышлять и молиться. В то время Иудейское царство было разделено на две неравные части. На царство Иудина со столицей в Иерусалиме, включавшее в себя только два колена Иудина и Вениаминова, и на царство Израилева со столицей в Самарии, охватывавшее десять остальных колен. Первым царством владели потомки Соломона, вторым – потомки Иераваама, раба Соломона. Самое большое противостояние было у пророка Ильи с израильским царем Ахавом, его злобной и коварной женой Иезавелью. Ибо те поклонялись идолам, отвращая народ от служения единому живому Богу. Кроме того, Иезавель, будучи сирийкой, надоумила мужа воздвигнуть капищи сирийскому Богу Ваалу и приставить многих священников к служению этому ложному божеству. Сотворив великие чудеса, пророк Илья удостоверил силу и власть Божию. Заключил он небо, так что не было дождя три года и шесть месяцев. Низвел огонь с неба и возжег жертву Богу своему. Тогда как жрецы Ваала не смогли этого сделать. Молитвой своей свел дождь с неба, чудесно умножил муку и лей в дому вдовицы в Сарепте и воскресил ее умершего сына. Предрек Ахаву, что псы будут лизать его кровь, а Иезавели, что псы съедят ее плоть, что и сбылось впоследствии. Другие многие чудеса сотворил он и предрек грядущее событие. На горе Хариф бесел давал он с Бога и слышал голос Божий в тихом светлом дыхании ветра. Перед восшествием на небо взял он Елисей и назначил его своим преемником в пророческом служении. Своей милотью, то есть плащом, разделил он воды Иордана и, наконец, был взят на небо, взойдя туда на огненной колеснице с огненными конями. На горе Фавор явился он вместе с Моисеем, Господу нашему Иисусу Христу. Перед концом света Илья снова явится, чтобы обуздать силу Антихриста. Как нам с вами, дорогие мои, не хватает молитвенной помощи и, самое главное, ревности пророка Божьего Ильи, который, ревнуя о славе Божьей, ну, нам сложно это представить, как в жаркой стране на три с половиной года заключилось небо и ни одной капли дождя. Страшный голод, смерть и непреклонность ревнителя о славе Божьей. Ну, потому что иным путем, как еще смирить гордый языческий сатанинский нрав царя, его супруги, ну и, соответственно, подданных, которые увлекаются этими идеями язычества. Не хватает ревности на славе Божьей наш либеральный, такой, как это слово, толерантный век, толерантный не в смысле терпимости к иному, а чаще всего эта же тема возникает как терпимости к греху, что каждый имеет право на то, на сё, а вы должны это терпеть, потому что же вы такие нетерпимые, нетолерантные. Ну, как можно терпеть грех, когда это мерзость, когда это беззаконие, когда это смерть? Вот этот век сплошной теплохладности, отсутствие четких понятий границ, когда допустимы, ну, с точки зрения общественного мнения, всевозможные богохульные антихристианские выходки, вокруг которых раздувается очередная шумиха, а народ разводит руками и говорит, ну да, ну вот есть такое мнение, есть такое мнение. Недавно почитатели Пуссирайта, или как-то Пуссирайта, правильнее сказать, организовывали в городе Екатеринбурге мероприятие, такой митинг, и нигде лучше не нашлось места между двумя храмами на Крови и Свято-Вознесенский. Понравилось выражение одного человека, который начал с таких слов, ну, наблюдал за это мероприятие, у него взяли интервью, говорит, я в Бога не верю, но мне не нравится то, что они делают в моей стране, что если нет уважения к святыням многих людей, то это безобразие. Ревность пророка Илии необходима сердцам современных христиан, потому что слишком много происходит событий и мероприятий, в которых хулица имя Божие, имя Церкви Христовой. И так думается, что такие вещи, они еще будут происходить, поэтому дай Бог, чтобы были такие угодники Божии, которые могли бы возревновать о славе Божией, для того, чтобы как-то беззаконие притормозить. С другой стороны, ревность пророка Илии необходима и в личной жизни каждого, потому что это своего рода двигатель, двигатель человека к Богу, двигатель его жизни, ревность угождать. Именно этой энергии человек преодолевает грех, этой энергией человек совершает усилие в своем движении к Богу. И нужно очень внимательно смотреть за состоянием души и сердца. как преподобный Лесничник говорит, если в какой-то момент ревность о Боге была потеряна, то нужно остановиться, подумать, увидеть, в связи с чем это было совершено, почему ревность ушла, какой грех встал на пути, уменьшил эту энергию. Увидеть этот грех, искренне раскаяться, вырвать эту занозу. А недостающий вот я уже говорю своими словами баланс ревности дополнить дополнительными духовными аскетическими упражнениями. Чуть больше попаститься, воздержаться, чуть больше помолиться, поклончиков положить, Евангелие почитать. Потому что необходимо человеку для движения к Богу это постоянно ревность, внутренний огонь, о котором Господь сказал, что огонь пришел я во врещи принести на землю. Как бы я хотел, чтобы он уже возгорелся. Дай Бог за молитвы сытого пророка Божьего Илии всем нам желание спасения, горячего, неутомимого алканья и жаждания праведности, ревности и о спасении собственной души и о спасении братьев наших, ближних и о чистоте жизни в нашем народе. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok